Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «В движении» и сегодня мы находимся в реабилитационной школе-интернате номер 32, где учатся поистине особенные дети во всех смыслах этого слова. И им преподают не менее особенные педагоги, которые дают этим ребятам путевку в жизнь, социализируют их и делают из них полноценных граждан нашего общества. Как им это удается? Ведь это очень непростая задача. Расскажет директор этой школы Светлана Анатольевна Войтас. Светлана Анатольевна, здравствуйте! Добрый день! Спасибо за то, что пригласили нас к себе в школу. Она действительно очень интересная. Вы знаете, я хочу начать наш разговор с вопросов, которые регулярно адресуют нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Буквально на каждой пресс-конференции я слышу. Говорят, ой, вы знаете, дети с особенностями совершенно не нужны нашему государству. Существует огромное количество некоммерческих организаций, которые постоянно объявляют сборы, а государство не занимается и есть в этом потребность. Я не сомневаюсь, я сама работала в благотворительной организации много лет тому назад, и я понимаю, что, конечно, государству непросто, и помощники нужны. Без этого не справятся. Только объединившись мы можем достигнуть высоких результатов. Но тем не менее, мне хочется услышать, на самом ли деле вот эти вот, знаете, мои коллеги, друзья наши, в кавычках некоторые, да, особенно из-за рубежа часто любят говорить, что вот такие дети стране не нужны. За всю страну говорить не надо, а вот за тот участок, на котором вы работаете, что вы можете сказать по этому? Спасибо. Действительно, такой вопрос часто звучит. В Москве уникальные созданы реабилитационно-образовательные школы, которые объединяют детей и обучают их по федеральным государственным образовательным стандартам. Причем школы эти имеют определенные профили. Например, есть школы для слепых и слабовидящих. Есть школы, которые специализируются на обучении детей с детским церебральным параличом. Сегодня я представляю школу, которая учит детей с нарушениями в эндокринной системе, с заболеваниями крови и онкологическими заболеваниями. Дети, которые нуждаются в сопровождении медицинском и требуют реабилитации. Поэтому сказать, что дети не нужны, я вам скажу, что каждый ребенок находится в зоне нашего внимания. Я надеюсь, что это увидят и наши телезрители, поскольку мы в ходе нашей передачи будем показывать школу. И, друзья, вот лично мы прогулялись по школе и мне захотелось снова сесть за школьную парту, потому что, конечно, условия удивительные для этих ребят созданы. Скажите, пожалуйста, вот, наверное, у каждого в школе был ребенок с особенностями, потому что есть родители, которые не хотят отдавать ребят в специализированную школу. И мне кажется, ему было очень тяжело учиться и потом искать свое место в жизни. Как решается этот вопрос здесь? Как ребятам помогают найти свою профессию, свое призвание? У нас ребенок, когда поступает в школу, ну, первый момент, вот я бы прям три таких составляющих имела или проговаривала бы о них. Первое, это ребенок обучается. Как я уже сказала, у него основные предметы идут, причем они идут согласно прописанному заключению Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. А вы понимаете, что у особенного ребенка должна быть своя образовательная программа, ровно потому, как ему заболевание позволяет освоить программу. Второй момент, это реабилитационная программа для каждого ребенка в зависимости от того, какое у него заболевание. Ну, например, если мы говорим даже о сахарном диабете, то этот ребенок нуждается каждые два часа в измерении сахара в крови. Понимаете, мы как-то привыкли относиться детям с сахарным диабетом. Ну, вроде бы, ребенок и ребенок может обучаться в общеобразовательной школе. К сожалению, есть дети в детстве, у которых сахар гуляет так, слово гуляет, простите меня, но вот настолько нестабильная его палитра, что от этого зависит его поведенческая линия и самочувствие. К сожалению, сахар иногда достигает или на такого уровня, или падает, что ребенок может в любой момент в коме оказаться. Это страшно. Я уж не говорю о заболеваниях онкологических, где нужны стерильные условия, где должны быть небольшие классы, где ребенок должен быть постоянно под наблюдением врача. Поэтому в нашей школе работают и врач-эндокринолог, и врач-гематолог. Кстати, тяжелые заболевания крови, когда ребенку нельзя ни в коем случае столкнуться или удариться, иначе могут быть серьезные последствия. Вообще изначально эта школа открывалась под заболевания крови. Они редкие, это правда, но потому к нам приезжают семьи и отдают своих детей в нашу школу. У нас есть условия стационара, то есть если это из далекого уголка Москвы, Москва все-таки такой большой город, где транспортная доступность тяжелая, но у нас ребенок может находиться в пятидневном режиме. Реабилитация у нас, ну она состоит практически там из 20 видов разных-разных услуг, начиная от массажа, потому что бывают иногда часто сочетанные заболевания, например, и ДЦП, и сахарный диабет. Вот такая может быть картинка плохая, да? Или гематология, и еще там сочетанные какие-то заболевания. И потому каждому ребенку выстраивается индивидуальный реабилитационный маршрут. И третья составляющая, про которую я говорила, это, на мой взгляд, главная социализация такого ребенка. Потому что чаще, когда родители сталкиваются с заболеванием ребенка, первое желание у родителей возникает — закрыть его, защитить. И, как правило, родитель идет на надобное обучение. Вот он дома, вот дистанционные уроки, и ребенок замыкается в своем узком пространстве. Вот здесь в школе созданы все условия для того, чтобы ребенок спокойно учился, и у мамы не тревожило сердце за то, что ребенок и его в безопасности, и в профессиональных руках. В рамках социализации в школе работает социально-игровой проект «Олимпия», когда в каждом классе избраны мэры и министры. И у каждого министра, мэра свой функционал. Вы понимаете, что мы сразу с детства воспитываем в нем активную гражданскую позицию. Лидера сразу воспитываетесь? Сразу воспитываем лидеров. Причем не просто лидеров, а лидеров грамотных, профессиональных. Они еще за свои проекты и свой функционал отрабатывают. При этом зарабатывают валюту на валюту. Слово такое, может быть, сейчас неправильно говорю. Наши денежки. В рамках нашей республики. Да. И эти деньги ребята тратят потом на свои же мероприятия для своего города. То есть это тоже их как-то объединяет, увлекает. И ребенок, вольно или невольно, становится, вот знаете, открытой личностью. Он не закрывается, он не закрыт, он умеет общаться, он умеет анализировать, он умеет болеть за свою команду и так далее. Вот это то ключевое, что происходит для детей в нашей школе. Слава Анатольевна, а что касается образования? Здесь вопросов много. Потому что, как мы знаем, у нас в стране есть единый государственный экзамен. Во-первых, сдают ли ваши ребята этот экзамен? Во-вторых, скажите, есть ли какие-то удачные примеры в школе, когда ребята поступали в престижное учебное заведение на бюджет и добивались каких-то высот? Я думаю, в каждой школе есть свои звездочки. Вот о них тоже расскажите. Для того, чтобы тем родителям, которые смотрят эту программу и которые очень переживают за будущее своих особенных деток, чтобы они понимали, что их дети также могут добиться определенных высот. Скажу, что каждый... Начнем опять с того, что каждый ребенок под вниманием, и он проходит тот образовательный контент, который требуется по стандарту. И мы готовим ребенка и к ОГЭ в девятом классе, и к ЕГЭ в одиннадцатом классе. И даже, скажем так, поскольку у нас в классе не больше 15 детей, то у нас есть возможность индивидуально с каждым ребенком проработать этот алгоритм и более тщательно или скрупулезно относиться к обучению ребенка. И успешные примеры у нас, правда, есть. Ну, например, в прошлом году, в позапрошлом году у нас бежен Даниил закончил, он у нас красиво пел, участвовал в мюзиклах, а в результате поступил на режиссерский факультет ГИТИСа. Ну, замечательно. Или в прошлом году... То есть это ребенок с диагнозом? Да, конечно. Или у нас других просто нет. У нас основания для поступления в школу, заключения врачебной комиссии. Или в прошлом году, правда, впервые, но тем не менее, мы вырастили в нашей школе медалистку, которая успешно сдала русский язык, так, на всякий случай, 100 баллов. Представляете? На минуточку. Да. И Дашенька поступила в высшую школу экономики. Если говорить об общей статистике, то 70% наших выпускников идут учиться в учебные заведения на бюджетной основе. А вообще, говоря о достижениях, понимаете, у нас как-то в обществе не принято говорить о достижениях и результатах, когда пятерка, когда медаль, когда поступление в какой-то престижный вуз. Ну, я думаю, что вы со мной согласитесь, когда мы говорим о достижении каждого ребенка перед самим собой. Иногда успешно преодолеть и выйти на ораторское искусство, или выступить перед классом, или перестать снять свои страхи, тревожность, или овладеть даже профессией какой-то будничной, нужной, не знаю, парикмахера, строителя, я не знаю, сети фермера. Это тоже успех. Может быть, даже больше, чем экономист и юрист на рынке труда. Вы знаете, Светлана Анатольевна, я считаю, что успех для ребенка — это быть лучше сегодня, чем я был вчера. Вот, спасибо за такую позицию. Это уже успех. Что касается профессий, очень важно, потому что сегодня молодые люди, вообще это тренд, хотят как можно быстрее начать зарабатывать деньги, быть независимыми от родителей. Это нормально, это прекрасно. Дает ли школа какие-то навыки, какую-то возможность ребятам освоить профессии, не требующие высшего образования? Вот, у меня такое ощущение, что я разговариваю со специалистом от образования. Вы прям берете такие ключевые вопросы. На самом деле мы серьезно об этом думаем. Вот, я считаю, что позиция с особенными детьми, она не должна быть такой, как, знаете, несколько лет назад очень важно стать юристом, экономистом, все, и успех перед твоими ногами. Увы, как показывает практика, сейчас среди безработницы именно вот эти профессии, люди себя ищут. Особенно такая актуальная несколько лет назад профессия была государственное, муниципальное управление. То есть мы взяли и выучили сразу в директора, увы, не происходит чудес на свете. Мы взяли для себя ориентир немножко другой. Мы ищем палитру профессий, которые мы готовы подготавливать или ориентировать наших детей. И, в частности, у нас работает такой проект, образовательные профессии без границ, когда мы уже, начиная с восьмого класса, при совместном участии с департаментом образования, даем, готовим, вкладываем детям уже профессию в руки. Девятый класс ребенок у нас заканчивает и сразу получает дипломы об образовании, ну, не дипломы, а курсы об образовании, связанные с такой профессией, как цифровой куратор, специалисты IT. В общем, ребята могут найти себя, да, исходя из того, что ближе им. Да, и мы делаем, знаете, на что акцент? Мы делаем акцент на то, чтобы ребенка сориентировать на те профессии, где он будет успешный. Более того, мы сейчас активно внедряем IT-технологии в нашу деятельность. Для чего? Для того, чтобы, а, детей обучать на волне. То есть нельзя сегодня детей обучать по-старому. Если у нас ребенок постоянно в цифре, а мы с вами не можем этому сопротивляться, совершенно очевидно, что так и происходит, то тогда мы должны с ними уметь говорить на его языке. Только цифровое пространство должно быть грамотным и профессиональным. И вот образовательные контенты — это тоже в поле нашего внимания. Поэтому у нас очень серьезно идут такие проекты, как робототехника, как цифровые программы, связанные с обучением в новом формате. Для меня важно, чтобы ребенок владел IT-технологиями, как современный человек, умея создавать грамотные профессиональные контенты. Поэтому мы, например, у себя открываем такую лабораторию, она у нас есть в учреждении, которые измеряют полезные и вредные свойства сельхозпродукции. Интересная лаборатория. Очень интересная. Такая с химической направленностью. Я ориентирована на получение такой профессии у детей — фермер-сити. Не удивлюсь, что она будет в ближайшем будущем востребована. То есть мы немножко пытаемся заглянуть чуть-чуть в будущее вперед, управление квадрокоптерами и так далее. Для того, чтобы ребенок легко себя потом чувствовал в этой палитре. Светлана Анатольевна, в этом году школе исполняется 15 лет. Переходный возраст. Сложный такой, да? Да, переходный. Но тем не менее, вот 15 лет. Про детей понятно, да, что это ваши воспитанники, это сердце школы, каждый ребенок. А что касается учителей? Ведь успешная работа — это всегда команда. Команда в данном случае не только преподавателей, но и медиков. Расскажите о тех, кто ежедневно приходит и работает с особенными детками, и работает наверняка по-особенному. Вот вы правы. Вы знаете, сегодня очень важно, какая команда работает с ребенком. И даже не важно, хорошо знает учитель математику, или какие-то суперзадачки тяжелее ему даются. Очень важно, чтобы человек, который работал с нашими детьми, был сопричастен. Чтобы он видел в каждом ребенке личность. Чтобы работал на его развитие. Потому что у нас ребенок, я сказала, что он, во-первых, может находиться круглосуточно. Во-вторых, он может находиться целый день до вечера. И вы понимаете, что мама не поведет его в музыкальную школу или в кружок какой-то. Это все есть на территории нашей школы. То есть у нас есть и прикладное искусство, и музыкальная, и вокальная кружок. И хореография, причем разных видов. И шахматы. И это очень важно, чтобы с ребенком постоянно работали на развитии его компетенций. И, конечно, это команда. А что бы ни происходило, профессионального выгорания, совершенно очевидно, что такой труд требует большой включенности, отдачи. И, конечно, усталость наступает. Это тоже нельзя исключать. И тогда мы, вот каждые каникулы, вы знаете, об обычных школах, там идет каникулярное время, сдача отчетности многочисленной, методическая работа. Да, это все у нас тоже в школе присутствует. И, тем не менее, мы обязательно выделяем дни для того, чтобы перезагрузиться. Будем говорить так. Мы приглашаем коучеров на мастер-классы в наше учреждение. Мы проводим деловые игры. Мы приглашаем психологическую службу для того, чтобы людей вдохновить на какие-то новые подвиги. Дать им в руки какие-то новые уникальные технологии для работы с детьми. Вот последние у нас каникулы мы завели. День здоровья, условно, мы его так назвали, почти как ваша передача в движении. Когда были созданы локации в учреждении, и каждый специалист работал над развитием физической активности наших педагогов. Причем там были не только педагоги, но и наша команда поваров, и команда тех, кто делает в школу чище. То есть вот все поделились на команды, и прямо от пяточек до шейных позвонков, что называется. И вы не представляете, какой накал был эмоциональный, насколько все опять объединились, потому что задача была создать потом новую гимнастику для детей, с чем мы пойдем. Понимаете, реабилитация ребенка – это не только медицина. Реабилитация ребенка чаще всего я ставлю акцент на физической культуре, потому что через движение ребенка можно делать здоровым, и это вот сегодня основное. А для этого нужно быть активными и в хорошей физической форме в команде. Поэтому над этим мы всегда работаем и вдохновляем себя. Я скажу вам честно, что мы вывозим коллектив и за город, и там проводим какие-то квесты. И учителя бывают иногда в роли детей, и это тоже хорошо, знаете, посмотреть на мир другими глазами. Атмосфера здесь действительно уникальная, создана, и в первую очередь благодаря, конечно же, коллективу, вам. Мне хочется узнать, вы работаете с коллегами из страны СНГ и за рубежа. Где-то что-то подобное есть? Может быть, мы вот плохо, мы как-то всегда обращены в работу вовнутрь, а меньше, наверное, вы сейчас называете уязвимое наше место. Но скажу, что у нас подписан меморандум о сотрудничестве с Центром реабилитации и образования Сары Алпысовны Назарбаевой в городе Алматы. Там тоже дети особенные, которые, начиная с детского сада, заканчивают школу, и точно так же составляется реабилитационный маршрут для каждого ребенка. У нас есть учреждения, с которыми мы сотрудничаем в Белоруссии. Я знаю, что большой интерес со стороны наших регионов России на посыл создания таких же реабилитационно-образовательных учреждений начинают, создаются по аналогии с Москвой. Но в любом случае это сотрудничество тоже позволяет нам обмениваться технологиями. Например, вот мне нравятся Алматы, когда мы участвуем в совместных каких-то форумах. Вы знаете, удивительное дело, Сара Алпысовна начинает семинар с песни. Вот вы представьте себе, когда мы посещаем семинар, там начинается какое-то начало, все всегда серьезно, вот приблизительно как вы начали свою передачу. А там начинается с песни, начинают петь все. То есть вся команда директоров, педагогов. Я вот тоже подумала, нельзя ли это за основу. Потому что, как ни странно, в трудные времена или когда хочется объединиться и быть поближе друг к другу, нужно начинать хоровое пение. Ну, во-первых, мы сейчас заявили хоровое пение у нас в учреждении. Нас подвигла подготовка к 8 марта. После ковидной истории так захотелось чего-то такого, знаете, побольше. И вот у нас стал хор мальчиков. Прямо вот мы всех мальчиков с 1 по 11 класс поставили. Картинка супер. А еще, чем я вот совершенно горжусь и сразу улыбаюсь, вы видите, зажигаюсь. У нас сначала пришлось, правда, обратиться к папам наших родителей. А не станцуете ли вы для наших мам и для педагогов, чтобы поздравить их женским днем? Значит, танец. Вы не представляете. Ну, к пяти папам я позвонила лично, а потом их 12 человек. Вышла на флешмоб, знаете, такие папы в белых рубашках, темных брюках. Так просто зажигательный танец со шляпами. Родители сами от себя зажигают. Я помню папа, которого мне пришлось уговаривать, значит, ну, станцуете. Он потом встал в центре этого флешмоба, а потом подошел сам от себя такой зажженный и говорит, Светлана Анатольевна, что вы со мной сделали? И так далее. Поэтому, понимаете, и я глубоко убеждена, что в следующий раз мы заведем чуть больше пространства, у нас позволяет, мы сделаем какую-нибудь новую активность, которая позволит нам влиять таким образом на детей. Потому что как нужно воспитывать ребенка? Мы всегда говорим о том, что объясните ребенку, что хорошо, что плохо. Если мы будем двигаться назидательной речью к ребенку, это хорошо, это плохо. Ну, может быть, ребенок поймет, будет стараться делать, как мама велит. Но, вы знаете, как показывает практика, воспитать можно а. любовью, б. собственным примером. То есть всегда важно показывать, вот я мама активная, вот я в танце, вот я в активности, вот моя активная жизненная позиция. Уверяю вас, дети ведут себя ровно так же. И для них наступают вот эти нравственные ценности и семьи. То есть мы немножечко делаем более ближе и теплее детско-родительские отношения. Ну и школу делаем таким активным участником вот этих отношений. Вот это если говорить о специфике нашей школы, то, пожалуй, это главное. Когда у нас 200 детей в школе, я бы сказала, 200 семей в школе. Каждая семья под нашим акцентом. И все мы вместе стараемся воспитать тех детей, которые, вы сказали, особенные. А мне бы хотелось, чтобы они были особенными, наоборот, с таким теплым, добрым взглядом на мир. Чтобы даже когда за окном дождь и снег, они видели только солнце. Чтобы они были ориентированы на добро. Чтобы не поселялись в их душах негатив и агрессия. Вот нам важно, чтобы наши ученики, наши выпускники нашей школы были именно такими. Забыли про свои болезни, сумели садаптироваться, постарались свою болезнь превратить как то, с чем им приходится, к сожалению, жить. Потому что вы знаете, что сахарный диабет неизлечим, и гемофилию, к сожалению, мы не уберем никуда и в жизни. Но если ребенок забывает об этом, а ведет себя активно с открытым взглядом на мир, то все в его жизни состоится. То это будет суперпрофессионал. Светлана Анатольевна, а как попасть в вашу школу? Ну, если ребенок имеет действительно заболевание и трудности, с которыми он сталкивается и нуждается в нашей школе, то достаточно на сайте найти запись в школу и записаться. Либо позвонить. У нас есть номер телефона и даже есть мобильный специально дежурного администратора. Дежурный администратор – это мой заместитель, как минимум, или я. И пройти нашу школьную психолого-медико-педагогическую комиссию по показаниям будет принятым. Трудностей я не вижу. Светлана Анатольевна, спасибо вам большое за то, что вы пригласили нас сегодня в гости. Мы действительно всей съемочной группы побывали как будто бы в своих школьных годах. И это удивительно, потому что в школу захотелось снова вернуться. Благодаря этой уникальной атмосфере, которая здесь создана благодаря вам и вашим коллегам, и, конечно же, глядя на ваши светящиеся глаза, я просто по-другому не могу сказать, можно понять, что вы действительно на своем месте. И что все-таки учитель, преподаватель – это призвание. Это призвание по жизни. Вы занимаетесь действительно своим делом. Спасибо вам большое за это. Я вас благодарю. Дорогие друзья, вы в ходе нашей программы увидели всю информацию. Также в описании программы мы сохраняем сайт школы, все контакты. Кому нужны, пожалуйста, обращайтесь и участвуйте в жизни своих детей. Ничуть не меньше, чем это делают учителя. С вами была программа «В движении». До новых встреч и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok